В Ульяновской области начал работать полноценный специализированный центр для бизнеса. Техническое открытие первого многофункционального центра, расположенного в Доме предпринимателя в Заволжье, состоялось 17 ноября. Как сообщают специалисты профильного ведомства, в полную силу МФЦ заработает с января 2017 года. Для клиентов центра будут работать 10 окон, в которых им предоставится обширный спектр услуг, необходимых как для развития уже действующего, так и для создания нового бизнеса. В основе оказания услуг лежит система работы МФЦ, многофункциональных центров. Но здесь мы понимаем, мы создаем особенную зону для предпринимателей, делаем ее более комфортной, более содержательной по значению, потому что предприниматель имеет возможность прийти уже непосредственно не в тот орган, в который он там, допустим, хочет прийти за получением лицензии, а он имеет возможность прийти сюда, получить все необходимые консультации по лицензии и в то же время попутно, сопутствующе решить все свои необходимые вопросы. Молодой ульяновский предприниматель Ренат Переев только поднимает свой бизнес. С марта этого года в Заволжской части города открылась мужская парикмахерская. По словам учредителей, барабершоп уже обзавелся постоянными клиентами. Мы понимаем, что делаем, и качество услуг мы всегда поддерживаем на надлежащем уровне и сервисах, поэтому я думаю, что мы справимся точно. Первую услугу центра получил губернатор Сергей Морозов. Главе региона наглядно показали, как происходит процедура лицензирования. Мы вот решили открыть такси, Сергей Анатольевич. Не могли бы нам подсказать, как нам правильно все это оформить, что нам для этого нужно. В России таких центров всего пять. Особенность ульяновского МФЦ состоит в том, что в шестиэтажном здании будут находиться все подразделения корпораций по развитию предпринимательства. В конференц-зале Дома предпринимателей прошло заседание правительственной комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства. Со следующего года мы обойдем с вами в федеральную программу создания и развития лизинговых центров для бизнеса. Мы этим проектом занимаемся. Он будет реализован всего лишь в порядке такого пилота в восьми регионах Российской Федерации. Предполагается в восьми регионах. Что это нам даст? Я не буду долго об этом рассуждать. Может быть, Руслан где-то об этом скажет. Но это, как минимум, даст нам возможность рассчитывать, дополнительно направить на поддержку предпринимательства сумму почти миллиард рублей. Однако есть и некоторые недочеты. По словам Сергея Морозова, необходимо повышать мотивацию руководителя муниципалитетов к предпринимательству. Для решения проблемы планируется распространить опыт работы подобных МФЦ в правобережной части города Димитровграде, а также в муниципалитетах региона. Эльвира Зямалова, Юрий Конихин. Новости Ульяновская правда.